Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу сегодня 27 сентября, 7.30 утра в городе Чикаго, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, 8.30 утра, на западном побережье в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 5.30, в Москве в этот час 18.30, в Москве в этот час 15.30, ну и на Бали, откуда мы ведем прямую трансляцию и где находится центр Рэйки, разум Рэйки, основателями, вдохновителями и организаторами которой является Михаила Леди Абойко, которая сегодня будет нам рассказывать о древней традиции Рэйки, о мифах, которые внутри этой традиции находятся. Ну и сейчас мы начинаем нашу программу. Дорогие друзья, здравствуйте! И, пожалуйста, вам слово. Давайте мы начинаем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто будут смотреть нас в видеозаписи на Ютуб. Здравствуйте, уважаемые друзья, радиослушатели, коллеги. Сегодня мы хотим поговорить о мифах в Рэйке, в практике Рэйки. Хотим рассказать наше видение с нашей точки зрения. И, конечно же, мы будем опираться на наш опыт, авторизованный опыт, так как мы много лет в этой практике. Михаил уже около 20 лет, я около 10 лет в этой практике. Нам есть то, о чем рассказать. Чем поделиться. Да. И мы хотим это донести до тех, кому это интересно. Может быть, это поможет в вашей практике Рэйки, облегчить ее. А может быть, раскрыть суть на самом деле. И начнем мы с первого мифа в интернете, об этом мнении, что Рэйки можно, сеанс Рэйки, практику Рэйки можно проводить только без присутствия посторонних людей. То есть, если человек кому-то посылает сеанс или сам себе делает сеанс, вокруг никого не должно быть. Но в жизни бывают разные ситуации. Иногда человек нуждается в помощи в таком общественном месте находясь. Или мы сами нуждаемся в какой-то экстренной помощи. И вокруг нас могут быть люди. Мы можем находиться где-то в парке, в магазине большом, в самолете, когда рядом очень много людей сидят. В любом транспорте, где-нибудь в общественном заведении, в учебном заведении. Если сложилась так ситуация, то есть человеку нужна помощь. Либо необходимо действительно провести сеанс. Опять же, все может быть. Заболела голова, зуб, живот. Мало ли что. То есть нужно действовать. Вот сложилась вся ситуация. И вас не должно останавливать это, что вокруг есть люди. В интернете есть мнение, что энергия рейки каким-то образом уменьшится поток, так как пойдет и на других людей тоже. Или будет нарушена какая-то этика рейки, что те люди нас не просят сеанси. На самом деле энергия рейки очень мудрая. В нашей практике не происходит уменьшения потока, мы не замечаем какого-то нарушения. Мы концентрируемся на потоке, концентрируемся на практике. Все проходит замечательно. Где бы мы ни находились, хоть в океане купаемся, хоть в метро спускаемся, хоть в небе, хоть на земле мы, мы можем проводить рейки. Мы можем беспрепятственно передавать ее. То есть нет никаких препятствий. Все препятствия у нас в голове. Да. Так что мы вот на своих занятиях ученикам не ставим такую преграду. И они прекрасно практикуют, получают результаты. Не только когда наедине кому-то делаем рейки, не себе наедине. Если хочется, пожалуйста, если вдруг вы оказались в таком месте, что вокруг люди, так же можно проводить рейки не беспокоя за то, что какое-то будет нарушение. Просто нужно пробовать. Энергия рейки достаточно мудрая, чтобы все пошло гармонично. Мы любим сравнивать практику рейки, энергию рейки с самой жизнью и дыханием. Практиковать рейки это так же естественно. Как дышать? Нам нужно дышать везде. Мы даже можем помочь этим. Поэтому, пожалуйста, будьте свободны своей практике в любом месте. Следующий момент, который мы хотим затронуть сегодня, это такое мнение бытует в интернете, такой миф, так сказать, что во время сеанса рейки обязательным условием является то, что нужно снять все пыльцы, браслеты, украшения, в том числе с шеи. На самом деле это тоже. Все относительно. То есть, говорят в интернете, что якобы энергия рейки начинает сужаться через кольца, потом шевелиться. Замыкаться каким-то образом, то есть не проходить, допустим, если на руке находится кольцо, допустим, по руке она не пойдет, или еще как-то. Но это не то, что неправильно, скажем так, нужно просто проводить энергию рейки. Энергия рейки разумная, как я скажу, это как воздух. Энергия рейки, да, это жизненная сила, она прошивает все. Все пространство, да, все предметы, то есть людей. Мы постоянно находимся в этом потоке, скажем так. И ничто не может создать для этой энергии никакое препятствие. Да, какой-то блок. Ведь мы можем находиться в самолете, например, в железном блоке, да, или с чего он относится, металлическом. Да, металлическом. Он тоже создает определенную окружность, да, он нас покрывает. Либо, когда мы находимся, допустим, в доме, дом тоже может состоять из каких-то металлоконструкций, да. Это не значит, что мы должны снимать, разбирать или выбегать в чистое поле, скажем так, и проводить сеанс. Да, мы спокойно это делаем в любом месте. Да, это не является препятствием. Также на своих занятиях не говорим, что нужно это обязательно снимать. Наши ученики практикуют с очень хорошим результатом. Да и мы тоже. Всегда вот с колечками, спокойно делаем рейки, делаем практики опросы определенные. Все хорошо получается, потому что вот все знают, все практикующие рейки знают, что эта энергия может передаваться через тысячи человек. Для нее нет препятствий. Даже мы можем в прошлой жизни заглядывать и там очищать энергию рейки с помощью энергии рейки. Все. Так как же может быть препятствием кольца, браслеты, ожелелью? Никак. То есть это тоже... Можно этот некий шаблон перешагнуть. Вообще надо сказать, что раньше, лет 20 назад, все было достаточно жестко. Были более жесткие такие условия в практике рейки. Как в передаче знаний, как в получении, как в стоимости. Очень много, ряд условий было. Вот, например, Михаил, когда обучался еще в далеком, в 1997 году, даже изучали символы и прописывали их на занятия. То есть, когда мы их, скажем так, когда мы их прописывали, нас заставляли зачеркивать, чтобы они не регенерировали энергию, чтобы они не проводили. То есть, как бы, получается так, что энергия рейки неразумна, символы не отключаются, и она, как бы, уходит, непонятно куда в пространство. Но опять же, символы также начинают работать при помощи, исходя из нашего намерения. Но нас, тем не менее, заставляли зачеркивать. Потом, допустим, в конце занятия приносили металлическое бедро, где все свои записи, все свои рисунки, на обучение, где прорисовывали все символы. Мы складывали бедро, и все это сжигал. Получается так, насколько ты все это запомнил. Запомнил символы, запомнил какую-то теорию. Все, что запомнил, внес с собой. Не запомнил, если у тебя плохая память, остался без символов, без правильного написания. И поэтому, ну, опять же, исходя из того, что в разных школах рейки, символ, да, третий, фон, ша, за шун, немножко может отличаться. Ну, возможно, и исходя из такого опыта, да, что, скажем, при передаче знаний, да, учащийся, либо студент, мог немножко неправильно запомнить. Но, тем не менее, он все равно работает. Те символы, которые передают вам ваш учитель, они в любом случае работают. То есть раньше все так вот жестко было достаточно. То есть не разрешалось ни показывать символы, ни называть. Сейчас и книги издаются, все, то есть в интернете, как бы, в открытую все есть. И это не останавливает рейки ни в коем случае. Просто все меняется, сознание растет, вибрации поднимаются. Это сейчас уже даже доказано всеми слоями учеными, наукой, эзотериками, да, что все меняется, все ускоряется, развивается. Так и практика рейки, можно сказать, она больше свободно различных стереотипов становится. Она более проста, легкасная. Если 20 лет назад о дистанционном обучении речи не могло быть, то сейчас это уже есть, это действительно уже на авторизованном опыте действительно работает. Для энергии рейки нет препятствий, препятствий, потому что дистанционно изучают сейчас все. В интернете можно научиться, чему, главное, чтобы был звук, потому что человек через слышание в основном меняет силу своего разума, сознания, вам нужно звук обязательно слышать. Об этом мы говорили на прошлой части с вами, на прошлой встрече. Вот, так что будьте свободны в практике, хотите снимать колечки и браслеты снимайте, нет такой возможности, это не обязательно, вы не должны этого бояться как-то, все равно энергия рейки в достаточно нужном количестве идет, поможет вам, исходя из ваших запросов. Следующий, третий миф, о котором мы хотели бы поговорить, также из интернета, вот у нас часто ученики обращаются с вопросами, почему мы захотели рассказать об этом всем, потому что зачастую ученики смотрят видео в ютубе разных учителей и возникают вопросы, почему вот так говорят, почему вот это говорят нельзя, а вы не говорили нам, что нельзя. Поэтому мы сейчас говорим так уже обобщенно, что можно, почему мы разрешаем и говорим, что так возможно, потому что мы опираемся на свой опыт, что да, возможно, в нашей жизни именно так и происходит. и вот третий миф, которым также недавно одна ученица спросила, потому что это очень важная тема, это такое мнение в интернете существует, что якобы сеанс рейки нельзя проводить женщине, которая рожает, то есть, когда у нее начинается родовая деятельность, этот процесс так называется, обозначается, родовая деятельность. Мы хотим этот миф опровергнуть. Почему? Потому что в нашей жизни был конкретный опыт, у нас происходили роды, домашние, лотосовые, естественные роды, и весь процесс абсолютно, даже всю беременность, ну, сейчас мы говорим о самом родовом процессе, абсолютно с начала схваток весь процесс и в ходуке, и сам род, сами роды, и послеродовой период, абсолютно весь процесс, мы были в потоке рейки. Мы были и символами, и со всеми своим набором практик, и это только облегчало весь процесс. Вот миф, в мифе, так сказать, говорится о том, что якобы рейки может расслабить и остановить родовую деятельность, вот этот активный процесс. Мы, опираясь на собственный опыт, говорим, что нет, ничего не останавливается, наоборот, все гармонизируется, схватки проживаются мягче, легче, и это действительно ощущалось. Наоборот, рейки помогают, рейки заряжают роженицу, рейки, то есть рейки дают силу для роженицы. Да, уж в такой момент, когда наоборот нужна женщине помощь. Не лишайте ее, пожалуйста, энергии рейки, если у вас такие практики есть в арсенале ваших инструментов в жизни, помощников ваших. Наоборот, как сама женщина может ей прикладывать руки и к животику, и к пояснице, и там, где ей хочется. Так и другой человек, близкий человек, также может ей в этом помогать. Ничего не будет останавливаться, ведь энергия рейки настолько естественная, это энергия жизни, даже само название в этом говорит, рейки, жизненная энергия. Что рождает эти мифы? Есть путь страха, либо путь любви. Что вы выберете? Будете выбирать страх, будут рождаться эти мифы. Выберете любовь, никаких мифов не будет, никаких препятствий. Открытое сердце, руки. К нам даже доулы приходят обучаться, буквально недавно мы работали с ученицей из арабских федератов доулом. Мы также с ней работали, обучали, потому что да, расскажу, что такое доула. Доула это женщина, которая помогает женщине в родах. Это не обязательно кушерка, то есть она может обладать знаниями и образованием медицинским, а может и не обладать, но помогать. Женщина, которая знает не понаслышке, как это делать, сама чаще всего родившая с нестоятельным деток, в смысле естественным путем, без помешательства. И она может прийти помочь. Нам тоже походила доула. Она также у нас обучалась, среди учеников у нас есть, потому что все люди, которые связаны с помощью, особенно с такой важнейшей темой, как появление на свет, очень хорошо, когда имеют в руках такие инструменты. И если нас когда-нибудь увидят также это видео, доула, люди, которые занимаются детками, помощь женщинам, весь этот процесс беременности, до родового периода, после родового периода, не бойтесь, пожалуйста, использовать в эти моменты практики рэки, саму энергию рэки, быть в потоке, наоборот, он только поможет, только облегчит состояние проживания этих складов. На эту тему я также хочу поделиться, на эту тему я написала очень такой большой рассказ, который живет в своей отдельной популярной жизни в интернете, потому что я открыто им делюсь, я в нем описала очень подробно весь мой путь к естественным родам, и как можно сочетать практики рэки с беременностью, родами и в послеродоподбериод. Он есть на нашем сайте, или пишите на почту, также поделимся. Очень важные базовые знания для тех женщин, которые не встречали такой информации, или может быть хотят посмотреть под каким-то новым углом на данные темы, потому что момент рождения ребенка, как он приходит, с какой энергией он приходит в жизни, кто его встречает, с каким настроем его встречает, это очень важно. Закладываются базовые программы, в том числе здоровья. И это очень важно знать заранее. Даже неважно, где будет рожать женщина, дома, в роддоме, в каком-то медицинском учреждении. Важно, чтобы женщина просто знала важные моменты, которые, когда она знает, она может разумно отнести к себе, а не просто по незнанию, как-то, чтобы этот процесс не самотекся. Лично мне в этом опыте, в этом пути, очень помогла энергия рейки, практика рейки, и супруг, который был рядом, посылал мне рейки, постоянно каждую схваточку снимал, боль естественным путем, не понадобилось никакой анестезии, даже мысли об этом не было. Никакой эпидуральной анестезии. Да, которая очень вредна ребеночку. В общем, все написано в рассказе, читайте, дорогие женщины, пожалуйста, хоть есть у вас практики рейки, хоть нет, это, в принципе, базовые знания о закладке здоровья для каждого ребеночка и мамочки тоже, потому что когда рождается ребенок, рождается и мама, это очень важно. После сеанса, что вы нахватаетесь какой-то негативной энергией от человека, от них нет. Да, или как рекомендуют, допустим, после сеанса руки подержать на свечу, но если нет такой возможности, если нет свечи или нет открытого огня. То есть мы вот в обучении не ставим это условие. Но не менее действительно такой обряд существует, правильно? перед началом сеанса надо помыть руки. В Индии, вообще-то говоря, рекомендуется не только руки помыть, а еще и стопы помыть. нужно делать всегда. В принципе, еще полностью умоление не мешало бы сделать. Ну, после определенных процедур, это мы знаем, это надо делать, это естественно. Ну, я вам хочу сказать, что я, если нахожусь в тех условиях, которые позволяют, а во всем случае стопы и голову, мне легко это делать с моей прической, я это все, этот обряд делаю, поскольку это полезная штука. В парке нету места, где помыть руки, и вот с нами человек, или мы себе хотим сделать сеть, и это не должно нас остановить, вот я об этом, или мы где-то всамариваете, или мы где-то в таком месте, но вот где никак, это не должно нас как-то напрягать, и мы не должны этого бояться, энергия рейки, она и так все очистит и промоет, то есть это не должно быть барьером к практике. Понятно. Ну, хорошо, давайте, я хотел у вас спросить вот такую вещь, вы сейчас находитесь на территории Бали, на острове Бали, но вы периодически там перемещаетесь, правильно? В другие места, у вас три места проживания, как мы говорили в прошлый раз, то есть у вас Бали, у вас Индия, Гоа, и у вас третье место, вы говорили. Еще жили на Шри-Ланке, да, мы сейчас определились все-таки Гоа и Бали. Два места. Два места, да, вот вы сейчас собираетесь ехать в Гоа, потому что туда, да, и будет у вас какой-то там типа ретрита, да? Ретрит будет, да. А почему именно, еще раз, не на Бали, вы же там постоянно проживаете? Ну, мы постоянно, получается, наполовину проживаем, поэтому можно сказать, как мы на Бали постоянно, так мы и в Гуа, то есть по половине. На Бали он у нас уже прошел ретрит. Да, закрытый ретрит у нас был. Закрытый ретрит был. А что такое закрытый ретрит, что такое открытый? Когда были, то есть мы не никого, так сказать, не афишировали, не рекламировали, только как бы свои ученики были, это было такое очень глубокое погружение, а в этот раз мы приглашаем любого человека, который пожелает, то есть там нет никаких, так сказать, условий, есть желание, можно влиться, понять все, то есть это будет такой уровень легкий, приятный, и именно в рэке, то есть рэке ретритов, ну, наверное, единицы проводят, потому что это очень узкая тематика, мало кто, так сказать, начинает это делать, вот, и это будет действительно именно рэке ретрит с акцентом на практике рэки, в погружении в эту энергию, вот, ну, так как нас двое, нам очень хочется это делать, вот это вот мужское, женское начало, такое материнское, отцовское, мы, так сказать, а вот тогда из этого вытекает вопрос у меня, действительно, а есть ли такое понятие, как рэке для мужчин, или рэки для женщин, или даже рэки для детей? Ну, сама практика и сам поток рэки не, нет, не обозначает никак, и никак он не отличается, и в практике своей, это достаточно простой процесс, поэтому, нет, это нет разделения, конечно, вот для детей, когда сам ребенок, если, допустим, проводит энергию, это просто в более простом варианте получается, а так разделений нет, сколько бы лет не было человека, это получается вообще питание, это наша душа, эта энергия, о которой нет возраста. Но все-таки специфика какая-то есть, скажем, восприимчивость к этой практике, восприимчивость энергетическая, у мужчин и женщин разная ведь? Да, в принципе, нет, нет, нет возрастной категории, нет разнополой, скажем так, у нас такой разбег, допустим, нашей дочке 3 года, она вот, лидерная маминя, ей 63, да, скажем так, но вот у Есени, которой 3 года, у нее первая ступень рейки, она в этом уже разбирается, она исцеляет себе, если что, то есть, как бы, есть, скажем так, наглядный пример, и также вот, допустим, Вера Васильевна, она также является мастером-целителем рейки, она этим всем занимается, то есть, как бы, ощущения, да, то есть, как бы, переживания, состояния те же, в принципе. Может быть, есть только ментальное, что-то такое психологическое, может быть, но, я же говорю, вот нам как-то Вселенная доводит до нас людей уже очень таких готовых, открытых, мудрых, у нас этих вопросов даже не возникает, как бы, различия или трудности. Интересно, есть какие-то, вы говорите, возрастных ограничений нету? Ну, допустим, родители, мама, она хочет своего ребенка научить вот этому. С какого возраста ребенок может воспринимать такие вещи и, как бы, научиться? Да, другой вопрос, это совсем другой вопрос. До этого у него был вопрос самого воздействия человека. А если человек приходит, как бы, на обучение, то здесь уже, конечно, ребенок должен подрасти, считается, да. Наш ребенок немножко исключение, потому что Дереки для нас это просто наша жизнь. И она в этой жизни не то, что с пеленок, а с внутриутробного развития она пришла, то есть присутствовала при инициациях, посвящениях всех уровней. Она после рождения, мы уже с седьмого дня буквально продолжили обучение, так как собирались уезжать, нужно было очень много обучения провести. Но на седьмой день мы также провели инициацию первую ступень, это как вроде крещения, да, но это больше исключение. Другим людям мы не рекомендуем со стулья раннего возраста начинать, потому что все это предственность. Да. И тут сам ребенок, он, конечно, сознанием должен-то расти, хотя бы какой-то минимальный круг, допустим, хотя бы лунный, цикл пройти там 7 лет, или еще там лучше в 14 лет. Да, в 14, когда прошло уже вот это вот половое созревание, да, то есть как бы все, скажем, вот эти вот все энергии, иницией, иницией более-менее восстановились, устаканились, происходит весь этот энергоненция, процессы в организме, да, гормональная, иммунная система, то есть, и после этого, или два 7-летних цикла, или хотя бы один цикл, скажем, с кофе-писера, 12 лет, да, то есть там уже в зависимости от желания самого человеческого. Понятно. Хорошо. Немножко побольше, поподробнее, может быть, о вашем ретрите в Гоа, когда он начинается, если кто-то, ну, я почему вопрос задаю, у нас же сегодня интернет, то есть теоретически не надо как бы ехать в Гоа, это достаточно далеко, достаточно тяжело с нашей территории ехать к вам, я там был, довольно далеко, да, это как минимум сутки нужно провести, но без пересадочного рейса нету, в Дели еще можно долететь, непрерывный полет, 15 часов, я сам летал, это достаточно тяжело выдержать, да, и не у всех есть такая возможность, так вот, мы с помощью интернета можем как бы там это попытаться сделать, соединиться, хотя в Индии там интернет, ну, тем не менее, теоретически мы можем это сделать, так вот, скажите, когда и как это может происходить? Да, скорее всего, кстати, у нас будет хороший интернет, мы в прошлом году там настроили его, можно сказать, поволшебничили, у нас такой очень уникальный для ГУА интернет есть, вот, будем верить, что все будет хорошо. наш центр, то есть, да, определенный дом, да, который мы арендуем, то есть, он нас ждет, на самом деле, поэтому там и хороший интернет, там все отлажено, там все уже сделано, скажем так. Сам ретрит уже точной даты назначены с 10 по 20 ноября, включительно, то есть, это 10 ночей, 11 дней, вот, и в онлайне, конечно, было бы очень интересно какие-то, может, сессии. Провести какой-то телемост, действительно, на месте поработать, да, посотрудничать, то есть, посмотреть, как это работает, и взаимодействие, действительно, на расстоянии. Да, потому что работа в группе, это, конечно, просто замечательно, это чудесно, и все-таки, ну, ГУА, это такая энергетика, это просто душа, вот, мы влюблены в ГУА, как бы на Бали не было очень красиво, может быть, кто-то считает более комфортная жизнь, но в ГУА наше сердце, наша душа готовы туда вновь и вновь возвращаться, была бы наша воля, наверное, мы бы там постоянно жили, если бы не визовые вопросы какие-то, ну, все возможно, пока так, вот, и поэтому в ГУА мы решили вот запустить такой первый открытый ретрит, и, скорее всего, мы будем это повторять, если все, так сказать, по воле Бога будет хорошо, все будет удобно. Вы говорите, это первый ретрит? Первый открытый ретрит наш, да, то есть мы уже давно созрели, нужно было только его сорганизовать, наконец-то мы нашли время, силы, возможности, да, это будет первый открытый. Ну, хорошо, и вот люди регистрируются, сколько вы ожидаете человек, они должны физически туда приехать, правильно я так понимаю? Конечно, да, потому что весь смысл будет в том, что у нас будет живое погружение, именно коллективное, мы будем постоянно почти вместе, очень разноплановые практики, вот, но вы понимаете, тема рэйки, она очень такая узкая, это не, допустим, йога более всем понятно, медитации, випассаны, там, разные практики, которые люди практикуют, рэйки это более специфическое, поэтому человек 20 максимум, может быть 15, потому что не будет какого-то огромнейшего количества, мы и не ожидаем, и, ну, у нас вообще такой как-то формат сложился, очень индивидуальный, очень такой, близкий, поэтому вот, примерно так количество ожидается. А где эти люди живут? В общем, с разных частей России. Не-не, я имею в виду там, на Гоа. Мы будем в одном месте жить, то есть мы, жилье включено в стоимость ретрита, потому что в этом весь смысл есть, чтобы мы были рядом, чтобы мы были вместе, у нас будут практики с самого утра и до самого вечера. Ну, опять же, это не будет что-то сложное, а отнюдь нет, то есть это будет очень приятно, легко, а также это будут разные путешествия включены, да, или так экскурсии называются, да, то есть мы это будем все совмещать, и отдых, и практики, и обучение, и астрология, и рейки, то есть такой синтез практик. Очень интересно. Ну, хорошо, хорошо, давайте мы тогда на этом остановимся, в этой программе. Мы еще успеем, сегодня вторник, мы еще успеем провести одну программу, поскольку потом я сам уезжаю на какое-то время, на свой ретрит, вот, и тогда мы продолжим уже после возвращения, но как раз накануне отъезда моего мы сможем провести эту программу, и мы продолжим, да, мы продолжим о этих мифах и легендах рейки. Хорошо, спасибо большое, давайте мы с вами сейчас закончим тогда эту программу. Дорогие друзья, те, кто нас слушает, и те, кто нас будут слушать, мы вас благодарим за то, что вы участвуете в наших программах, но особая благодарность, конечно, центру Разум Рейки, Михаил и Лидия Бойко, которые дают нам такую возможность, ну, и надеюсь, мы посмотрим, мы побеседуем, сможем ли мы технически осуществить этот программ, процесс, и пригласим людей, посмотрим, может быть, да, кто-то заинтересуется этим, это будет интересно. Во всяком случае, программы-то, они все записываются, мы даже, может быть, и потом это может выставиться, выставляется, естественно, в свободный формат, в свободный интернетовский формат, и люди могут с этим ознакомиться, это будет очень интересно. Хорошо, но, наверное, самый последний вопрос, скажите, если ретрит занимает у вас 10 дней, то есть я полагаю так, что обучение первой ступени тоже занимает 10 дней, или это не обязательно? Нет, не обязательно. То есть обучение, вообще, вот в нашем формате, мы вообще своим опытом дошли, обучение, особенно вживую, любого этапа, у нас занимает один день, 10 дней не обязательно. Один день? Да. То есть за один день человек может получить вот такую инициацию в первую ступень рейки, да? В таком объеме, который вы себе не представляете. Нас двое, мы такой концентрат даем. Мы вообще, у нас такой принцип, мы все, знаете, как без воды, то есть можно это растягивать, но мы любим концентрированные по существу. Потом просто он сможет 10 дней потом эти все практиковать. Хорошо, мы, я переговорю с Ритой, она имеет, кстати, две ступени рейки, она прошла сама, и она умеет делать, и сейчас у нее мама не очень хорошо себя чувствует, она как раз и делает рейки. И было бы интересно, я думаю, вам пообщаться, тем более, что она и является президентом этого международного клуба Lotus Heart, и в рамках этого клуба можно организовать такую встречу. То есть у нас есть огромное количество теперь возможностей это все делать, и цель у нас одна, дать эту информацию, которая будет полезна другим людям, то ли эту информацию просто, то ли прийти поучиться, то ли самим, скажем, потом кого-то уже обучать, если есть такое намерение. Хорошо, всего вам доброго, спасибо, до новых встреч, дорогие друзья, всем спасибо. С вами был сам Гейтс. Всех банк, до свидания. До свидания.